всем привет давай всем привет короче мы собирали дешевле петка на спуску на это херишь так вчера мы забрали у нас сика данины войны сика по-русски называется инжир я буду делать из него сегодня сладость называется глику куталю данины ли вы мармелад но мармелад он должен раз это самая должна почистить и раз как сказать ехать мармелад делается на талёше в блендере а если вы хотите сладкий делать вот такой чтобы он был целый я буду делать вот такой целый постараюсь чтобы он у меня был его учищу вот он у меня целый вот не почищены вот такой вот собранность дерева вот зелененький очистки я складываю выкидываю и вот этот чистый я буду варить некоторые варят вместе вместе с кожурой вот так вот как он есть я не буду так делать мне не нравится кожура от него так приступаем вот у нас сколько было мы почистили сейчас это дочищу взвешиваю так как сид очень очень сладкий сахара это половина веса инжира взвешиваем половинку сколько у вас есть что здесь очень очень много сладкого сахара такого сладости сладкий сладкий спелый спелый вот так вот ну как то так моем чистим взвешиваем и будем делать дальше ваш инжир мы взвешиваем я поставил на весы сейчас посмотрю сколько у меня вес моего инжира не вышло вот так 1 килограмм 870 грамм значит я я буду меньше 900 грамм я буду ложить сахара потому что он очень сладкий и получится супер сладко если положить вес инжира и вес нашего сахара и будем делать варенье взяла вот 900 грамм сахара сейчас я выкладываю свой инжир в кастрюлю целенький он как есть почищенный и сладкий и свеженький включаем нашу плиту у кого какая есть у меня электрическая и добавляем сюда вот так сахар ничего не воду не ничего 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 просто инжир и сверху так вот сахар у нас инжирчик нас закипел варенье наше закипело и будьте осторожны инжир имеет такую наглость сразу же пригорать сразу же вот эта вот сладость вот этот сироп от инжира и от всего остального он очень сильно пригорает я вот это все растопило и теперь я выключаю плиту пускай это все пропитается сахарным сиропом который у нас закипел оставляем это вот так вот все до завтрашнего дня чтобы у нас это все пропиталось сиропчиком это мой способ приготовления вы можете приготовить по-другому просто взять сварить и все а я буду готовить так чтобы это все получилось тягучее и вкусное так вот оставляем все это дело пропитываться с сахаром еще раз говорю осторожненько видите он переспоспел и сильно и он уже начинает рассыпаться ночью теперь посмотрим что будет дальше вот так все закрываю крышечкой и оставляем день утром и у меня он уже отстыл постоял сироп вместе с ягодами они пропитались ой рабочий начали работать я стали такие жесткие крепенькие и собака водят ох что-то мне не дают даже за сниму вот сегодня будьте осторожны что хан и подарил он видите сахар там я щас прокипячу его чуть-чуть опять включаем и вот это все прокипячу щас и оставлю опять до завтра на третий день чтоб только не подгорели подгорит он у него вкус не будет вкусный чуть-чуть только чтобы прокипятилась все это дело все эти ягодки мои я хочу чтобы они были некие целые были некоторые конечно такой степени сладкие поспевшие что они развалились и сразу же так вот помешаю сейчас и кипятить их таким делам так вот оставляем варенье мой ой как я начинаю говорить собака начинает выйти рядом извиняюсь если что-то вы услышите ну что мне сказали в одном видео посторонних звуков очень много ну у нас такое помещение знаете собаки живут рядом и которые воют извините еще раз пожалуйста меня за это дело так вот у меня закипело и я оставляю кипятиться минут десять эти ягодки надо быть осторожным чтобы они не размялись и помешивайте очень очень аккуратненько так вот пускай варится не проварилась 10 минут и она у меня будет стоять до завтра снова пропитываться вот такое вот дело я оставляю прямо на этой плитке которая горячая она у меня постоит на этой плитке такие вот дела так что вот так вот готово и завтра посмотрим что у нас будет результат сегодня третий день варки наших видите они уже все пропитанные сахаром я стараюсь чтоб их они не распали с ней развалились но некоторые развалились он видите зернышки плавают по по сахару все напитались сахаром за эти два дня которых мы по чуть-чуть их варили сегодня я буду варить их намного дольше минут 20 на слабеньком слабеньком огне чтоб водичка испарялась из них вот они сейчас закипят уже все да вот так у начинают булькать и надо быть осторожным чтобы это все дело не пригорело и варим минут двадцать даже можно больше но на слабом огне чтоб потихоньку не сварились и потом посмотрим попробуем что же у нас получилось они такие знаете стали красивенькие такие сахарные включила вот так вот они сварились и инжирный варим и варим 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 и сахаром вы можете положить варим 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 и варим 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 и будет такой ароматный, вкусно пахнет, ароматный такой аромат варенья. В детстве называется это гликок утавлю. Давайте я достану самую маленькую, смотрите какая она. Давайте попробуем, разрежем. Вот видите и все внутри осталось, косточки, все-все-все, вот такая вот вкусняшка, вот такая. А теперь мы это все дело попробуем, но оно горячее конечно. Вилочку, маленькую вилочку и вперед, пробуем. Ммм, вкусно, обалденно, во-первых не сильно сладкая, прям вот сахар, да, и отдает таким вкусом. Этого самого фрукта, вот этого вот. Ммм, вкусношка. Ставьте, чтоб не подгорело, подгорит все, вкуса не будет никакого, будет горелым пахнет. И все, сейчас заливаем в банки и закручиваем на зиму. Всем счастливо, всем пока и увидимся. Вот такой варенький у нас получилось. Подаем его к столу зимой и вспоминаем жаркое лето. Инжир. Он получился очень такой нежный, мягкий и классный. Ммм, вкусно. ец. Субтитры сделал DimaTorzok